Приветствую, друзья! Глаза, зеркало души. Посмотрите там бесконечность, вселенная, вечность. Да, и вот теперь посмотрите. В этой же серии могу сказать, вот эту картину показать. И участник события, и его свидетели. Глаза, зеркало души. Да, и ещё могу показать. Я всё вместе сейчас собрал для того, чтобы вас порадовать и сказать о чём-то важном. О чём-то важном сказать. Да, вот смотрите. Глаза, зеркало души. Берегиня, берегиня. И мы тоже должны беречь наши идеи. Потому что идея, новое слово, новый смысл – это бесценная редкость. Как рождение ребёнка. Для автора, например, рождение идеи имеет большое значение, потому что это и ответственность. И вот дело в том, что сейчас получился сэр Бортом, какая-то девушка, дай ей Бог здоровья. Она написала, что наш метод-ключ, ну как бы его не существует, и получается, что она его изобрела. Да, и такую пишет там ерунду, потому что она вводит людей в недоумение, в недоразумение, в стресс. Потому что нашим названием метод-ключ, который есть в Википедии, метод-ключ, который есть в Гугле, метод-ключ, который в учебнике по физкультуре для десятых классов, до десятых, одиннадцатых классов. Вот, посмотрите, я почему специально показываю, потому что там появились несколько людей, которые начали её защищать. Вот здесь написано, ну, короче, не видно, да, здесь написано. Синхрогимнастика по методу ключ. Так же я так всё... Вот. Просто трудно смотреть на... Вот синхрогимнастика по методу ключ. Вот ключ написано. Почему я об этом говорю? Потому что автор – это ответственность. Потому что люди могут захотеть что-то спросить, и есть автор, которого они могут спросить, и он может ответить. А когда его лишают авторства, и ради каких-то коммерческих целей отрывают саму суть метода от его имени, то людям не к кому обратиться. И получается, что это не добро, а зло. Со злом надо бороться. Конечно, надо бороться. А как же? Добро и зло – это то, что как раз-таки является в человеке главное. И вот это древопознание добра и зла, чтобы человек мог отличать истины от неистины, должно быть в каждом из нас. И меня очень удивило, что некоторые люди написали там комментом, а может, она не знала. Но если она заявляет, что она три года в интернете искала, что она такой большой психолог, и она не увидела метод ключ, что это уже давно существует, больше 30 лет, больше 20 книг на разных языках мира. Но я не буду сейчас об этом говорить, поэтому вы берёте. Кто не знает, что такое метод ключ, смотрите, в Википедии метод ключ. Или в гугле напишите метод ключ. Да. И те космонавты, которые впервые, когда я им показывал, как расходятся руки, вдруг сказали, это же метод ключ. То есть они это придумали. Они это придумали в «Звёздном городке», когда я обучал испытателей, чтобы они могли моделировать состояние невесомости. Для чего я это всё рассказываю? Я говорю о том, что человечность – это есть ответственность за свои поступки, за свои слова. Поэтому в религиях сказано, по деяниям смотрите, не только по словам. По деяниям смотрите. Поэтому берегиня, под знаком берегиня, мы наши идеи, смыслы, как детей защищаем. А у меня просто был повод для того, чтобы показать учебник физкультуры профессора Матвеева для 10-11 классов, где наш ключ. И у меня был повод ещё сказать о том, что в другой книге «Защита от стресса. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях» – это в 97-м году, в 96-м году издательства Полина. Там вот здесь, предисловие книжки, вот здесь вот, предисловие книжки, знаете, что написано? Начальник медицинского управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий психийных бедствий Виктор Степин. Вот, вот, Виктор, вот сюда, Виктор Степин делал предисловие к моей книге. Тогда ещё не было психологов МЧС, которые потом на базе медицинского управления стали создаваться, потом стала отдельная структура, и они стали у меня учиться, первые психологи МЧС, потому что я вводил из острова стресса людей, детей и взрослых, после терактов в Беслане, в Каспийские кизляре. Почему я об этом говорю? Потому что там человек не мог слышать психолога. И там помогал метод «Ключ», потому что помимо подбора слов, которым занимается психолог, в методе «Ключ» есть принцип подбора действий. Тех действий, которые вы и сами всегда делаете, когда находитесь в стрессе. Но делайте неосознанно. А метод «Ключ» – это осознанное использование ваших собственных инстинктивных действий, снимающих стресс, с выходом на состояние нервоническое, на состояние нуля, а потом через него в поток, когда вы задаётесь какими-то вопросами и начинаете решать вопросы, которые раньше вам казались недоступны. И так вы быстрее можете достигать своей мечты. Вот что такое человечность, что такое авторство и что такое ответственность. Да, друзья. И кто-то этого не понимает. Поэтому я это всё рассказал и картины эти показал. До встречи.